Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. И сегодня по традиции мы разберем один-единственный стих. Стих этот длинный по сравнению с другими. В нем есть действия. То есть так он приковывает к себе внимание. Хоть он и стоит всего лишь одной составной деталью в более длинном повествовании. Однако тоже на нем следует задержаться. И помимо некоторого первостепенного смысла посмотреть на смысл символический. Кроме того, как вынесено в заглавие видеозаписи, он нам поможет разобраться с вопросом. Что делать, если Бог забыл обо мне? Ну и вообще, в принципе, а забывает ли о нас Бог? Разберемся. Итак, я предлагаю сегодня открыть Евангелие от Марка и прочтем 38 стих. А он спал на корме на возглаве. Его будят и говорят ему. Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Здесь контекст, давайте вспомним. Господь переправляется из Галилеи на Генесарецкий берег по Галилейскому озеру, которое было весьма бушующим, с учениками со своими. Господь весь день проповедовал, стоя на лодке перед людьми, очень устал и заснул, несмотря на то, что вокруг сильные волны, шторм. И более того, лодка уже наполняется водой. Ну, то есть угроза настоящая. И вот в момент этой высочайшей угрозы мы видим, что Господь безмятежно спит. Помните вот такое выражение, что вот так сон младенца, да, спит как младенец? Или еще вот говорят, что так может спать человек только с чистой совестью. И эти две фразы, эти две пословица, эти два фразеологизма, они между собой перекликаются, потому что, ну, вот у младенца абсолютная чистая совесть, поэтому он идеально спит. Правда, когда спит, порой, увы, младенец из-за несовершенства окружающего мира, тоже там и животик болит, и проголодался, и холодно, или жарко, например, ему тоже, или там внутричерепное давление просыпаться начнется. Но зато, когда спит, как на него приятно посмотреть, как это мило. А вот Господь, поскольку Он во всем подобен нам, кроме греха, Он тоже, несмотря на все окружающие обстоятельства, обстоятельства, отнюдь неблагоприятствующие ко сну. Кто сможет сказать, да нет, тоже я вот плыл на большом теплоходе, и тоже была качка сильная, я спал, все проснулись, а я нет. Вот что я как Христос. Все-таки надо понимать, это небольшой корабль, это просто лодка. Она наполняется водой. Да, Господь на корме может там какое-то кормовое возвышение, что непосредственно в воду Он не погружается, но, тем не менее, волны захлёстывают, и качка сильная, и люди бегают, и кричат, и поэтому, ну, как тут, в принципе, заснешь? Тут, в принципе, показано, что Господь по-настоящему устал. День проповеди был изматывающий. И это, надо понимать, это человек, который занимался плотницким трудом. Причем слово «плотник», «тектон», так можно сказать, «резчик», в условиях Святой Земли, скорее всего, применялось не к специалисту по дереву. Дерево было мало, а к специалисту по камню. Ну, то есть вот из камня, из дерева что-то мог вырезать. В любом случае, что работа с деревом, что работа с камнем, это работа физически очень тяжелая. И человек, который до 30 лет смиренно работал, да, вот помогая своему названному отцу Иосифу, потом своим названным братьям, сыновьям Иосифа, и трудясь вот в таком смирении, на протяжении долгих лет он, конечно, был человек выносливый. И то есть, как вот Господь проповедовал. Почему нам важно вот это в разборе стиха в контексте ответа на вопрос, вынесенный за главе? Потому что мы видим, как Господь ради нас бодрствует, как Господь о нас действительно заботится, как Господь нам внимание уделяет. Однако вопрос как раз был в том, а вот а если Господь-то забыл? Вот точно так же ученики, они еще больше за день этой проповеди получили. Помните, сказано несколькими стихами выше, что народу он говорил в притчах, а ученикам пояснял дополнительно. То есть, они максимум взяли из вот этого дня, который Господь им посвятил от корки до корки, что он настолько устал, потому что все-таки он истинный Бог и истинный человек. И человеческая природа, она устает, она хочет спать, она выматывается. И они все это вот получили, и все равно им вот они кажутся, что неужели тебе нет нужды, что мы погибаем. Но это на самом деле настоящая неблагодарность. Оно естественное, потому что человек понимает, плохо мне надо Господу выпиять. И в принципе нормально, Господь не обиделся, что они его разбудили, как мы увидим дальше. Но самое главное помнить, помнить, что когда Господь тебя звал и стучал в твое сердце, а ты не открывался. Иногда сказать, Господи, вот я, ну в принципе, жареный петушок клюнул, заболел я, проблемы начались, да, там финансовые проблемы, с работы уволили. Я сразу в храм пришел, начал молиться. Или там у меня проблема какая-то, там, ну вот там детей бывает нет в семье, человек молится, молится, а потом, а Господь не посылает, ну все, Господь меня не слышит. Господь обо мне не помнит, Господь обо мне забыл. Может, он и есть там, да, я верю даже, он есть, но ему все равно. То есть, когда тебя Господь звал, когда говорит, приди, вот пост идет, покайся в пост время покаяния. Смотри, старостная седмица меня на крест возносит. Человек, ты что, пятница вечера, ну что такое там, конец выходной недели, надо там в бар сходить. Да, ну ладно, через два дня, может, на пасхальный крестный ход загляну. Господь говорит, я воскрес, останься с крестного хода, останься на праздничной литургии, причтись святых христовых тайн, поменяй свою жизнь. Мне как-то вот не замечает человек, когда ему Господь время уделяет. И даже человек, который воцерковленный, ходит в храм, то же самое. Сколько благоденей есть, но вроде как-то вот это уже подразумевается как само собой разумеющееся. И даже если видишь, что благоденей у тебя больше живешь, что что-то у тебя проще, и здоровье больше, и материальное благополучие больше, чем у других людей, тоже это как-то воспринимаешь как само собой разумеющееся. Точно так же, как ученики воспринимали. Ой, Господь другим не пояснил, в притчах она ему пояснила, разобрала, так и надо, мы же такие молодцы. А Господь, правда, вот время и силы максимально уделяет, ну вот что по человеческим меркам сил не остается. И в такой глубокий сон погружается. Мы тоже, когда вот оказываемся в такой ситуации, когда нам кажется, что Бог о нас забыл, эту ситуацию надо, во-первых, пункт А, вспомнить о Боге. Потому что если ты не вспомнишь, что Бог есть, причем Бог-то рядом с тобой, вот Он спит-то на камне, Господь рядом, вот Он просто ждет, когда ты Его позовешь. То есть вспомнить, что Бог есть. Потом надо вспомнить, что Бог вот как раз не то, что от тебя сейчас отвернулся, а Господь тебя звал, 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 а ты не откликался. Да, если ты, там девушки предлагают руку и сердце, ой, ты негодишь, ты негодишь, ты негодишь, ты негодишь, я жду принца на белом коне, на белом лимузине, белый лимузин не приехал, да, и в одиночестве уже старушка там заканчивает свои дни и тоже там думает, а что ж, я вот не вышла замуж такой, но честный был человек, да, там может не очень богатый, но зря я там поступил. Вот точно так же, и мы должны смотреть, когда Господь нас призывает, и когда мы сердце к нему открываем, говорим, да, Господи, в принципе заслужил, что вокруг меня такое бушующее море. Ты мне призывал прийти, а я думал, ну это как бы норма, это есть. Это норма, как мы сейчас живем в эпоху, когда гонений нет, и для нас нормально, что вот он храм рядом, можно на него дойти, ну или доехать, ну или даже если нету в своем селе, ну до соседнего села, из родной деревни доехал, все равно везде можно добраться, в храм попасть и за рубежом, сколько храмов даже в нехристианских странах и на конфессиональных странах православных храмов можно найти. И мы вот это, ну не ценим, что это как-то вот Господь рядом с нами. А нам охота, чтобы Господь именно, не, Господи, нам сейчас не до тебя, ну или в принципе мы тебя слушаем там в полуха, и даже, ну вроде мы следуем, с тобой ученики же, они все-таки следуем рядом с ним, так и мы можем как-то там чуть-чуть иногда молиться, что-то поститься, в храм ходить, но все равно, когда вот наступает какая-то внешняя проблема, нам кажется, вот Господь от нас забыл, хотя все предшествующее показывает обратное, насколько Господь в нас свои силы вложил, насколько Он вложил свою любовь, сколько Он нам талантов дал. Здесь вот это обязательно вспомнить. Это обязательно вспомнить, и вот как раз в такой ситуации, когда это помнишь, когда ты понимаешь, что Господь о тебе может позаботиться, то ты его будешь выпиять в молитве с истинной верой. Потому что помните, ну как и Господь Слепцов исцелял, то же, что вот он их не исцелял сначала, а потом говорит, а вы верите-то вообще? Они говорят, Господи, верим, помоги нашему не верить, то есть признают, что веры полной нет. Только после этого Господь их исцеляет. Потому что, чтобы от Господа что-то получить, надо в это искренне верить. А верить можно только искренне, если ты знаешь, что Господь и до этого о тебе заботился. Потому что если тебя сатана обманул, и тебя убедил, Бог о тебе забывает. Бог тебе не помнит, Бог к тебе не обращался никогда. Хотя это с ног на голову, переверт, это ты не обращался к Богу, это ты к Богу не шел, ты о Господе не вспоминал или даже вспоминал, тебе было неудобно, ой, вот что-то совесть мне вот это не верить делать, как бы было бы сейчас удобнее, ой, какой-то вот церковный праздник выпал, да, лучше бы я там поспал подольше, а то там на службу заглянул, вот какой я, конечно, молодец, но вот такой там после этого на работе невыспанный хожу и так далее. То есть все-таки если мы вот убираем вот эту сатанинскую клевету и понимаем, что Бог нам помогает, то мы сможем с истинной верой о том, что Господь нам поможет к нему обратиться в молитве, потому что по сути это была мольба, да, неужели те нет нужды, что мы погибаем, да, тут некоторый упрек, но мы помним, это не только апостолы, но и пророки молились, Господь не обижается, Он когда встанет, Он не будет их ругать, да, ну так, ну немножечко, да, там может, конечно, там мы знаем не из Евангелия от Марка, и от других евангелистов, что тоже, ну говорит, ну маловерный, не хватало вам веры, но хотя хоть какая-то вера была, потому что они знают, потому что, ну что толку, вот мы уже говорили, что Христос-то, Он был плотник, каменотес максимум, что Он к корабельному делу не был приучен, то есть если Он встает как человек и просто начинает помогать уже там 12-ти опытным рыбакам, ну да, пусть не все тоже рыбаки, но все равно костяк рыбацкий такой, что от Него какая-то польза будет, наоборот, неумелый человек во время шторма сиди и не мешайся. Но апостолы верили, что Бог им может помочь. И точно так же и мы, если мы думаем, что вот Бог о нас забыл, что тоже как бы Господь, но не будет вмешиваться насильно в нашу жизнь. А если мы говорим, нет, Господи, я знаю, что ты обо мне помнишь, ты ждешь, ты мне помогаешь, ты мне даже какие-то проблемы, может, в жизни дал потерпеть, чтобы я о тебе вспомнил, я о тебе вспоминаю, я верю, что ты мне сделаешь благо, что не то, что ты меня караешь, мучаешь, и поэтому я на тебя должен быть в обиде. И человек тогда берет и призывает Господа искренне в молитве, понимая, что он может ему помочь, да, что вот, Господи, правда, правда, нуждаемся мы в тебе, и без тебя мы погибнем. И человек, правда, признает, я, Господи, без тебя погибаю, потому что это может человек не признавать, говорит, да не, я по совести живу, вот, в принципе, хорошо, да не такой же я плохой человек, да ладно, ну и грехи есть, а сколько всего хорошего делают. Можно много себя оправдывать, не, говорю, Господи, я без тебя погибаю, я пытаюсь спасти, я вот бегаю по кораблю, суечу, сделаю что-то, чтобы лодка не пошла ко дну. Это, кстати, тоже надо не забывать, если ты просто, у тебя проблемы, ты сел, их не разрешаешь и думаешь, ой, сейчас я помолюсь, Господь придет и разрешит, тоже этого не будет. Нет, ты потрудился максимально, вложился, и потом уже ко Господу обратился. И тогда Господь действительно восстанет и твои проблемы разрешит, потому что Господу нельзя сказать, никогда нельзя сказать, что он нас забыл, что ему нет нужды о нас, о том, что мы погибаем, потому что об этом нам напоминание служит, крест на нас, потому что мы видим, что Господь настолько беспокоился, что род человеческий погибает, каждый из нас погибает, что он пришел, воплотился, пострадал за нас, умер за нас мучительной и позорной смертью, только для того, чтобы мы не погибли. И он в силах, раз он спас весь род человеческий, к этому спасению присоединить каждого из нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok